Мы с Домиником решили прогуляться, пройтись, кое-что купить в магазине. Ну и Снупи, как всегда, нас провожает. Да, Снупи, ты где? Бежишь за нами? Мы тебя ждем. Зараз ты такая! Снупи, а Снупи, как всегда, с нами здесь. Снупонька, наш провожатый. Ну, Доминик, привет! Золотой, привет, все понятно? У нас вон все как украшают, красиво. И мы начнем, да, Доминик, тоже украшать? Надо все игрушки сегодня принести, все, с келлера, с подвала. И будем тоже украшать. Все, у нас уже подготовочка начинается, да? Будем готовиться. Немножко припозднились мы в этом году, но ничего. Главное, что сделаем, да? Лучше позже, чем совсем не сделать. Вон у кого-то в окне горит звезда, красивая какая! Красота! Снупик провожал, провожал нас и до дома допровожался. Ну давай, заходи уже, заходи. Оп! Опа! И все, и мы дома. Все. Снупик уже ждет. Доминик как раз пиццу здесь ест. Приятного аппетита, Доминик! Вот, я уже зажгла немножечко там фонарики. И сейчас пойду, в общем-то, в подвал за игрушками украшать дом. Вот здесь игрушки, вон там игрушки, там игрушки. В общем, везде игрушки. И вот здесь тоже игрушки. Но прежде чем украшать, все наряжать, мне нужно для начала погладить шторы. Потому что они были длинноватые. И Леночка, которая мне подшивала сумку, она на видео увидела, говорит, Алена, шторы длинные. Я говорю, да, длинные, но у меня машинка сломалась. Она говорит, присылай, я тебе подошью. И вот к Рождеству Леночка мне все сделала. Теперь надо их погладить, потому что они в посылочке были. Они, естественно, немножечко помялись. В общем, проглажу и буду тогда уже заниматься дальше. Ну а мы пока, вот как я сказала, с доменчиком здесь немножечко все позажигали. Такие красивые здесь огоньки. А что, ты выключил керцету? Да, я не выключил. Она горит, просто не видно. Сейчас я свет выключу, тогда будет видно. Вот такая у нас красота. Сразу такое настроение предпраздничное сразу. Классно. Елки, конечно, не хватает, но елка будет завтра. Сегодня будем делать пока все остальное, а елочка уже будет завтра. Зашла в русский магазин и вот что увидела. Дары Кубани. Вот Кубань даже в Германии. Прям как-то так тепло стало на душе. Вот с Регинкой закупились по мелочи. Как всегда на стол огурчики соленые. Вон сгущенку я купила. Доменек просила орешки сделать. В общем, все как всегда. Вот как и обещала вам показываю, что я тут сделала особо, конечно, ничего такого грандиозного. Но шторы, как видите, повесила. Погладила вчера, повесила. Даже повесила там игрушечку вон на уголочек. Здесь все украсила немножечко, расставила. Вот там игрушки приготовила для елки. Потому что вчера вечером пришла подставка для елки. Елка до сих пор стоит на улице. Вот так вот здесь постелила скатерть. Все расставила так хорошо, красивенько. И уголок освободила для елки. Вот здесь будет елка. Как и в прошлом году мы ее ставили. Здесь немножечко тоже так украсила. Вот потом с доменником он вчера лестницу украсили. Здесь огоньки с ним повесили. Значит так, чем я сегодня занимала? Нет, вчера. Вчера я все приготовила для салатов. А сегодня утром я сделала оливьешечку. Вот у меня салатик оливье. Морковку сделала с чесноком. Елку нарежать не буду. Елку будут наряжать дети. Почему? Потому что я сейчас занимаюсь на кухне. Сейчас я вам покажу тут, чем я тут занимаюсь. Как моя кухня выглядит. Бомба просто. Бомба. Вот. В общем, в этом году я плохая хозяйка была. Потому что я ни капусту, ни соль. В общем, ничего не делала. Ну, хорошо, что есть русский магазин, выручает. В общем, так как мы приглашены сегодня к своим родным. Пригласил бы родный брат Роман. Вот нас, его семья, чтобы мы вместе посидели на Рождество, чтобы мы одни здесь не были. И мы едем к ним, поэтому я заехала в русский магазин, купила селедочки. Сейчас вот лук сверху пошинкою. Здесь тоже лук пошинкою. А вот это вот, знаете, болгарский перец. Он такой, знаете, в банке законсервированный. Сейчас я вам покажу, чтобы долго тут не объяснять, не рассказывать. Так, нашла. Вот такой вот перец. Он уже законсервированный такой. Ну, с кислиночкой такой вкусный, да, как маринованный, соленый. Не знаю, маринованный, наверное. Вот. Я увидела, у свекрови она делает. Она вот так вот соломочкой режет. Потом сверху чесночок. Можно немножко зелень и приправлять маслом. Очень вкусно. Вот я тоже так сделала. В общем, сейчас я все это приготовлю. Уберу, конечно же, ту булумбу здесь на кухне. И пойду заниматься душевой кабиной. И надо себе наводить марафет. А дети потом, Регинка приедет, будут наряжать елку. Ну, и потом к вечеру уже поедем к брату. Сейчас время только полодиннадцатого. Вот. Мне надо это все успеть, естественно. Прибраться. Все остальное, как я сказала. И еще нужно снять видео, смонтировать. И потом уже можно отдыхать. Ну что, я управилась. Кухню я выбрала. Салатики я сделала. Хоть я ленивая хозяйка, но кое-что я тоже могу. Спасение русский магазин. В общем, я все подготовила. Я все приготовила. Сейчас это вынесу на террасу, к оливье вместе. У нас на улице, как видите, вот дождь. Вот такое у нас Рождество. И опять хочу показать вам мой цветок. Ой, это просто какая красота. Вообще не передать. Посмотрите, оказывается, раз, это я вам последний раз показывала, два, три. Смотрите, и вот здесь, ой, кручу, верчу, показать хочу. И смотрите, вот здесь четвертый, ой, ой, вот четвертый бутончик, видите? И теперь распускается рядом, который был тоже. Смотрите, раз, два. Так, сейчас еще покрутим немножечко. И вот здесь будет три. И вот здесь еще все. Правильно посчитала? А, нет, вот еще бутончик. Четыре, то есть здесь будет тоже четыре. А вот здесь из одного даже не знаю, сколько будет. Может быть, даже два. В общем, цветок это чудо. Вы меня спрашивали, как называется цветок. Вот, я показывала в прошлом видео, но покажу еще раз, кто не видел. Смотрите. Вот название цветка. Вот так он выглядит. Называется он Амарелис. Я надеюсь, что я правильно произношу. Мне сказали, еще есть какое-то название у этого цветка. Вроде бы как они одинаковые. Я не знаю. Честно, я не знаю. Я не цветовод. Вот что написано на этикетке, то я вам и показываю. Пожалуйста. Получила я в подарок. У нас, я думаю, что такой цветок можно купить в цветочном магазине. Или, может быть, заказать по интернету. Вот здесь. Не на сильном солнце. Вот здесь написано поливать его. Мне написали один раз в неделю достаточно. И это домашнее растение. То есть, не уличное. И вот он у меня здесь стоит на окне. Я его поставила вот сюда, к свету. Но, как видите, у меня здесь вот как раз наполовину тенек. И наполовину как бы свет. То есть, особо сильного света или прям таких прямых солнечных лучей у меня тоже здесь нет. Поэтому ему здесь комфортно. Подарили где-то недели, наверное, может быть, две или три назад. И я его поливала за это время только один раз. Ну, хорошо, обильно полила вот мох. И все. И вот он распустился. Пройдет где-то еще несколько дней. Я его еще немножечко полью. Потому что вот мне зрительницы тоже написали, что достаточно одного раза в неделю. Ну, я думаю, да, такой цветок, наверное, не надо заливать. Хотя, конечно, всю информацию можно прочитать при желании в интернете. Поэтому, если у вас есть возможность, если вам понравился такой цветочек, и вы хотите такой цветок иметь у себя дома, то вот, пожалуйста. Я вам все показала, все, как говорится, рассказала. Что еще? Еще я приготовила небольшие подарочки. Ну, знаете, как у нас на Рождество, ну, не готовят как бы прям так подарки, подарки. В основном это, ну, только если деткам, да, там что-то такое, игрушки какие-то или что-то еще. А так, если вот взрослые или родные, ну, просто маленькие приятности, просто знак внимания, шоколадка, коробочка конфет, какая-то мелочь, да. Вот, и я вот приготовила для родных такие небольшие подарочки здесь. Вот, положила вот такие вот ангелочки, брелки. Вот здесь приготовила пакетики. И сейчас у нас, что у нас по времени? У нас сейчас пол первого времени. Я, в общем-то, полностью управилась. Мне осталось, в три часа придет Регинка, будет елку наряжать, да, как я уже сказала. И мне, в общем-то, осталось только навести марафет. Я думаю, даже у меня еще и будет пару часиков повязать, может быть. Вот такие дела, друзья. Ну, все, до следующего включения. Я уже показала вам, как мы украсили лестницу. Я зажгла огоньки. Вот, кстати, один шарик не горит. Тут что-то видит батарейку, надо поменять. Так, вот все горит, все в огоньках. Смотрите, как красиво. Сейчас вам еще покажу. Вот здесь на лестнице тоже поставила. Моя вот домик, который мне Ирина подарила. Вот, видите, я показывала вам. И здесь поставила такую лотерну. Вот так, теперь в мою мастерскую заходим. Тут, в общем-то, ничего не изменилось, друзья. Все как было, все так и есть. Я говорила вам, что буду рассказывать о продвижениях по поводу перестановки и всего остального. Но пока еще не дошли мы, как говорится, до этого. Тут кое-что нужно изменить. В общем, потихоньку, постепенно все это сделаем. Пока выглядит вот так. Но зато это моя комнатка. Мне здесь уютно и хорошо. А потом постепенно, конечно же, все мы сделаем. Да, кстати, сразу хочу ответить на ваши вопросы по поводу книги. Очень многие меня спрашивали, где я приобрела книгу. Друзья, я все книги здесь в Германии покупаю на сайте www.книги.janssende. Поэтому заходите туда. Регистрируйтесь на этом сайте. Задавайте туда название. Вот Юлия Гентина – это автор. Самый нескучный плед. Вот. И сейчас я не скажу вам, сколько стоит эта книга. Точно. То есть, то ли 15 евро, то ли 16. В общем, что-то в этих пределах. Так что, пожалуйста, можете заказать. А я повяжу. Ну, что я вяжу, я вам, конечно же, покажу. Но это уже будет в следующем видео. Ой, какая Региночка красивая. Она пришла. Привет всем. Привет. Что, ты готова наряжать елочку? Конечно. Да? Все. Тогда сейчас начнем работать. Доминик довольный. Сегодня ему компьютер собрали. Он такой радостный. Сколько я уже ждать можно? Целый год ждал, да? Я не мальчик. Дождался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наша готовая елочка. Прекрасно разукрасили. Мне очень нравятся шарики. Разные-разные. И голубые, синие тоже, красные, серебряные. Вот такая прекрасная елочка у нас теперь стоит. Прекрасно. Мы все в сборе. Мы собрались. Елочку тоже собрали. Все успели. Ура! Успеть до Рождества называется. Все успели. Ну и теперь мы идем отдыхать в гости к своим родным и близким. Как положено. По традиции, как я говорила. Рождество в кругу родных и близких. Все, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Но хочу сказать. Пожалуйста, смотрите видео дальше. Хочу подарить вам праздничное настроение. И показываю вам кусочек видео, как мы готовили адвент-календарь. Все блогеры. А также, кто любит розыгрыши. Я хочу сказать вам, что на канале у Даши и Марины, это организатора этого совместного проекта, будет розыгрыш. Поэтому, пожалуйста, все ссылки под видео. И пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok